Максимом Потаповым. Кстати, у Максима Потапова он наименьший. Загитов пятый в рейтинге, Потапов 22. Вот Максим Потапов на ваших экранах. Да, сегодня день очень богат был на сюрпризы, неожиданные победы и поражения, потому как мы не видим всю первую четверку всероссийского рейтинга, даже в восьмерке. Даже из восьмерки действительно только Рафаэль Загитов. Ну, на самом деле, как раз на ваших экранах Рафаэль Загитов, именно он, видимо, решил уже свою задачу попадания в эту самую первую четверку, которая затем должна будет стартовать на оперенстве Европы среди кадетов, ну, то есть, которая составит сборную России. Вот выйдя в полуфинал, он обойдет тех спортсменов, которые были выше него, некоторых из них. Ну, ему достаточно так, он был пятым, обойти только одного. И он это сделает. То есть, фактически, наверное, главную задачу на этот турнир Рафаэль Загитов решил, но, естественно, он не откажется от решения другой задачи, победить на турнире. Тем более, что еще один интересный факт, он здесь единственный представитель Татарстана в этой четверке, а все остальные трое фехтовальщиков представляют Москву. Максим Потапов, Егор Ломага и Артем Овчаренко, москвичи. Ну, вот, Максим Потапов, москвич, на этапе 1-8 победил, даже 1-16, Михаила Белозерова, который идет сейчас третьим номером во всероссийском рейтинге. И как раз-таки, вот, его оппонент может даже догнать Михаила, но он точно уже будет в сборной, потому как он на третьем месте идет и за четверку не вылетит. Ну, на дорожке, тем временем, прошло 20 секунд уже, первый укол нанес спортсмена Сатарстана, и второй вот в руку, мы видим, поддерживают здесь. Такая хорошая, да, поддержка у сборной Татарстана, когда его даже представляли, они сравнимы с той, как поддерживали в соревнованиях парапири курских фехтовальщиков, местные болельщики. Ну, это было хотя бы понятно, здесь турнир проходит в Курске, ну, тут, видимо, сборная Татарстана, вся команда, наверное, здесь. Здесь на трибунах также уже много спортсменов-девушек-шпажисток, которые завтра выйдут на дорожки, и трибуны практически полностью забиты. Ну, я думаю, это еще обусловлено тем, что шпага самый многочисленный вид спорта, больше всего участников, 190 сегодня и завтра тоже около 200. Поэтому очень много спортсменов двух дней здесь. Также сегодня была такая редкая ступень, 1-256, которую не всегда можно встретить на российских локальных соревнованиях. Ну, вот, олимпийская система аж с такого момента отсчитывалась. А на дорожке 5-0 уже защита от вес. Сейчас была со стороны Загитова. Ну, вот, в шпаге засчитываются оба фонаря, оба укола присуждаются, если горят обоюдные. И отыграть преимущество 5 уколов сложно в шпаге, но сложнее, скажем так, чем во всех других видах оружия. О, первый отыгрывает Потапов, 1-5. Потапов, кстати, 2001 года рождения. А вот Загитов 2000, это его последний сезон по кадетам. И на счету Рафаэля в этом сезоне есть серьезный международный успех. Он был третьим на этапе европейского кадетского цикла в Финляндии. Веспол. Ну, кроме того, занял третье место в Казани на турнире памяти Брэма. Ну, вот, благодаря этому он поднялся так высоко в рейтинге. И, ну, не могу сказать, завоевал ли он путевку в сборную России, потому что это все решают тренеры. Но по системе отбора кадетской четверка первая должна ехать на первенство Европы. Ну, и вот в эту четверку Рафаэль Загитов войдет после этого турнира. 7-1, где-то в полуфинале он. И прям так по-спортивному зло настроен, заряжен. Заряжен. После каждого укола мы видим, вот, эмоции такие проявляет, выплескивает. И думаю, чувствует, что, возможно, из-за его сегодняшнего успеха он может попасть в сборную команду России. Ну, а кроме того, у него теперь в этой четверке статус фаворита, так как он имеет наивысший рейтинг. Ну, и плюс, опять же, один бьется с тремя московскими шпажистами. Тоже, наверное, подстегивает, наверное, будет престижно убрать москвичей-то с первых позиций. Дистанция, пожалуйста. Боя. Готовы? 2-8 минут осталось в первом периоде. И третий укол. 3-8. Нужно собираться. По-моему, еще у нас не было ни одного обоюдного укола. Это особенность, действительно, шпаги. Другая особенность, что поражаемой поверхностью является все. Тылович, руки, ноги, маска. Вот Потапов у задней линии держится. И вот как раз обоюдный укол мы видим с вами. Счет меняется и справа, и слева. 9-4. Трансляцию вы можете видеть на телеканале Русфенсинг ТВ в Ютьюбе. Ну, а вообще на странице Федерации фехтования России есть специальная страничка по первенству России среди кадетов. Там и лайф-результаты, и онлайн-трансляции, и цветные дорожки можно увидеть. В общем, очень много всякой разнообразной информации. Заходите туда, смотрите. Есть чат, в котором вы тоже можете задавать вопросы. Ну, и если мы в силах или в компетенции, мы на них постараемся ответить. 10-5 счет. Потапов так немножко подсократил отставание. Нужно сказать, что вот в том же поединке против Михаила Белозерова Потапов сначала тоже проигрывал, но потом перестроился. Начал... Вот мы с вами видим, как поправлял сейчас Калинок. Боец справа и сломал его. Очень обидно. Кто брал мой клинок в руки и сломал его? Ну, так вот, вернемся к Потапову. Перестроился в поединке с Белозеровым и начал работать в защите, ловить на широкий шаг оппонента и выиграл вот сейчас в полуфинале. Поэтому еще есть интрига, ничего еще не закончилось. Меняет шпагу Загитов. Сейчас второй период начнется и я думаю, что... Так, а что, почему бы у нас... А, еще наоборот, еще не было перерыва. Я решил, что это перерыв был. Нет, небольшая пауза из-за того, что рапир поправлял и сломал, простите, шпагу. Просто до этого были три дня рапирных соревнований. И вот сегодня первый день шпажных состязаний. Осталось здесь еще атмосфера другого вида оружия. Тройник вылетел из шпаги. У Загитова сегодня какие-то проблемы мелкие с оружием. Зато все в порядке, как мы видим, со счетом. Что более важно. 11-5. А главное, что проблемы мелкие. Это мы видели в эти дни и крупные проблемы, которые, в общем-то, влияли на ход поединка, в том числе и финальных. Обоюдные атаки, два фонаря. Вот вроде бы и нанес сейчас Потапов укол. Но отставание не сократило, только приблизил Загитова. Загитова к отметке 15. И сам он тоже 13-й укол наносит сейчас. А, нет, простите. Седьмой укол наносит. Потапов. Восьмой. Ну вот как Максим включился, в том числе и с голосом. Но все равно, конечно, Рафаэль очень близок к финалу. Но два укола буквально за пару секунд. Стоп. Вышел за границу боя Рафаэль Загитов. Была команда стоп. Готово. Начали. Две секунды осталось. Ну, перерывок, мне кажется, сейчас больше на пользу пойдет Загитову. Может продумать три укола последних. И только подсобьет вот движение к камбэку, так скажем, Потапова. Его отыгрыш. Максиму Потапову тогда представим сейчас. Пока вот вы сможете насладиться повторами, интересными моментами. Максим Потапову 15 лет. Он еще 2001 года рождения. Поэтому он еще и в следующем году будет выступать по кадетам. Наивысшее его достижение в этом сезоне. Третье место на международном турнире Анечков дворец в Санкт-Петербурге. Ну вот, собственно. И теперь тоже как минимум третье место на первенстве России среди кадетов. Это принесет ему 30 очков. И в системе отбора я вот просто, мне интересно, Потапов с 22-го места. Ну, он переместится к границе примерно первой десятки. То есть мест 7 отыграет сразу же. Ну вот, начинается второй период. Андрей Быков дает команду. Начали. Спортсмены возвращаются на дорожку. Да, 12-8 в поле с Рафаэля. Девятый. И всего в три укола уже. Так, преимущество. У спортсмены из Тарстана уже не 5, не 7, как мы видели. Сохранил кураж. Максим Потапов. Перерыв нового от Рафаэля. Важнейший для себя, наверное, в психологическом плане. Наносит укол. Да и в спортивном тоже. Всего два укола ему остается. Красивый бой. А поначалу-то казалось, что Рафаэль достаточно легко его может закончить. Да, он упорно шел и сейчас вот возрождается интрига Потапов. Десятый укол чистый наносит. Готовы? Молодец, Максим. Самых добрых слов заслуживает. Ну, наверное, тренер ему, конечно, припомнит и провал на старте этого боя. Но то, что он сумел собраться, так вернуться, как вчера раперистки Санкт-Петербурга в финале со сборной Башкортостана отыгрались, уступая 10 уколов. Вот дальняя дистанция. Начинал Загитов, влетел в парад. Круговую защиту к Потапову. Получил 11-й укол. Уже очень шаткое положение сейчас у Загитова. Растерял свое преимущество. Ну, наверное, все-таки очень шатко. Это все-таки сгущает тивы краски, Денис. Ну, два укола. Потому что два укола, но 13-11 все-таки. И это же пак, где обоюдный укол. Хотя, конечно, как говорится, две пики, не одна пика. В преференции, так и здесь. Ну, здесь еще имеет значение не только счет на табло, но и психологическое состояние спортсменов. Потому как весь бой вел-вел, был уверен, уже мог какие-то там наработки, пробовать еще что-то. И просто Потапов сейчас находит слабую точку соперника. Догоняет. И уже вот эта уверенность, почему я сказал, шатка, она вообще неустойчива, может быть, психика. Ну, тут еще, возможно, дело тренера было как-то привести в период Рафаэля в норму. Но не получилось, возможно. Тонкие-то материи, психология. И вот четырнадцатый укол Рафаэля Загитова. Ну, после небольшой паузы, да, видимо, он продумывал этот укол. Вы слышите аплодисменты болельщиков команды Татарстана. Кульминация этого поединка. Нет права на ошибку у Потапова сейчас. С дальней пытается атаковать, не получается. Прижимает его. И вот в прыжке Потапов наносит укол. Поднимает руки. Очень красивый укол в такой момент, к тому же. Защита Загитова. Ответа нет. Потапов ждет, сам не рискует. Нельзя ему издание дистанции. Промахивается Потапов. Загитов точен. Пятнадцать-двенадцать. Спортсмен из Татарстана выходит у нас в финал. То есть будет точно не московский он. Но Потапова поздравляем с бронзой. С бронзой. В общем-то с очень хорошим фехтованием. Ну и, наверное, хорошей такой психологической. Своей нервной системой. Поскольку включился... Субтитры создавал DimaTorzok